А в Казахстане на этой неделе начался громкий судебный процесс на скамье подсудимых 45 бывших высокопоставленных чиновников, таможенников и сотрудников Комитета национальной безопасности. Всех их обвиняют в организации контрабанды на казахстанско-китайской границе и поборах с бизнесменов. Последние два года они ждали, когда завершится следствие. И вот в четверг в Алма-Аты в здании следственного изолятора номер 18 началось главное судебное разбирательство по резонансному делу. Дело это называют еще Харгосским. Харгос это один из таможенных пунктов, где по версии следствия и промышляла организованная преступная группировка. После развлечения чиновников, это было в мае 2011-го, в Казахстане заговорили о масштабном наступлении на коррупцию. Наш корреспондент Буржан Апсиитов обо всем по порядку. Судебное заседание открыто. Нет в контрабанде и хищении в особо крупном размере. По версии следствия, на таможенных постах Харгоска лжат и достых действовала организованная преступная группа. Нам надоели постоянные вымогательства. За каждую бумажку они требуют деньги. Не дашь, твой товар так и будет висеть на таможне. И ты будешь платить за аренду склада. Везде на постах действует так называемый откат. У них там целые группировки, которые терроризируют предпринимателей. Схема по данным финансовой полиции, в общем-то, нехитрая. Контрабандный товар из Китая незаконно пропускали через три таможенных пункта в Алматинской области. Так называемый зеленый коридор обеспечивали таможенники, сотрудники КМБ и брокеры. Последние занимались подготовкой фальшивых документов. Потом груз встречали в Казахстане и сопровождали до указанного пункта. А суммы, полученные от незадекларированного товара, легализовывали через счета одного из банков Казахстана. В итоге деньги шли не в казну, а оседали в карманах участников этой группировки. Следствие шло почти два года, ведь сразу после спецоперации руководитель департамента таможенного поста Харгос и ряд подчиненных подались в бега. Впрочем, бывшего начальника поста через пару месяцев задержали в Бишкеке, а остальных в Казахстане. И вот дело уже в суде. Они еще не до конца разобрались и нас уже обвиняют и судят. Они прячут от нас еще одного свидетеля по кличке Бетон. Покажите его нам, чтобы мы знали, кто это. Но что меня еще больше возмущает, это то, что они устраивают обыски у нас в камерах. И напичкали наши комнаты жучками. И все разговоры наши в СИЗО прослушиваются, когда мы готовимся к процессу, обсуждаем статьи закона. В первый день начала процесса судья опрашивал свидетелей и самих подсудимых. Катипа Даутпекова уверена, что ее сын ни в чем не виновен. И в сговоре с таможенниками и сотрудниками комитета нацбезопасности не состоял. Он не работал на посту вместе с ними. Его пригласил друг детства, который вот там и работал. Мой сын лишь помогал им в качестве таксиста. Возил и привозил их. А сейчас он за решеткой. Его взяли как соучастника, хотя он и близко не знал, что проворачивают там таможенники. Между тем, по самым скромным подсчетам, организаторы преступной группировки нанесли ущерб государству на сотни миллионов долларов. Неудивительно, что каждый из подозреваемых, как выяснилось в ходе следствия, имел солидное состояние. Только у одного из подсудимых было 45 квартир, 12 домов и 7 земельных участков по 40 гектаров. Все имущество оценивается в 15 миллионов долларов. Основные доходы, по версии следствия, получала верхушка, начальник Республиканского департамента по борьбе с коррупцией и нацбезопасностью Талгаджа Макаев, заместитель начальника департамента комитета национальной безопасности по Акмолинской области Бахатбек Курманалиев и начальник таможни по Алматинской области Курманбек Артыкбаев. Последние все обвинения отрицают. Настрой боевой. Боевой. Будем доказывать свою невиновность. На самом таможенном посту сотрудники Харгоса о громком деле вспоминать не любят. И это понятно, ведь многие все же работали здесь при Курманбеке Артыкбаеве. Сейчас, говорят, контрабанде здесь положен конец. Теперь ни одна фура не пройдет незамеченной. К тому же и еженедельные проверки сделали работу таможни прозрачнее. Пост полностью оснащен камерами видеонаблюдения. Это все сразу отображается на мониторах в Астане. Круглосуточно идет запись и онлайн-трансляция. И говорить о том, что что-то пройдет незамеченным, не удастся. И ту схему, которая работала здесь в 2011 году, сегодня полностью искоренили. Между тем, процесс по Харгутскому делу явно закончится не скоро. Может даже затянуться на год. Суд принял решение проводить слушания каждый будний день, кроме выходных. Боржан Апситов, Асхат Астанкулов, Самат Килинбетов. Вместе. Казахстан. Алматы.